Итак, дорогие друзья, мы едем с вами по пути в Лишки, Берестовицкий район. И казалось бы, это обычная деревня, да, вдалеке. Но эта деревня на территории Польши. Она уже называется Азиараны Мали. Дальше мы с вами видим вот этот уже легендарный польский забор, который был установлен в 2022 году для преграды для мигрантов. Ну, не знаю, как он, конечно, спасает. Вот он так вот идет вдоль. А здесь он заканчивается, потому что здесь граница идет по реке Свислощ. И дальше вот здесь вот уже граница становится сухопутной и уходит дальше. Но зато здесь мы видим вот на польской территории вот такие вот холмы. Очень красиво. Польшу я вам еще, кстати, не показывал на нашем канале, только Литву. В общем, надо уже такое чувство делать в рубрику «Государственная граница». Ну, а мы с вами направляемся дальше в Лишки. Ну вот, мы с вами приехали в деревню Лишки, которая находится в Берестовицком районе. Здесь находится усадьба Д. Верионов. Меня тоже просили в комментариях, чтобы я ее заснял. И мы сейчас ее вам и покажем. Вот такая вот тут уже очень древняя табличка. Можно посчитать про историю этой усадьбы. Вот, к сожалению, да, я читал, что эта усадьба не является памятником архитектуры. Ее в любой момент могут снести. Поэтому, если вы хотите посмотреть, то приезжайте как можно быстрее. Возможно, вы еще ее увидите. Но я ее видел, уже видел издалека, поэтому мне повезло. Вот, собственно говоря, она вон и стоит. Итак, сама усадьба Д. Верионов была построена, по некоторым данным, уже в 1848 году. По некоторым данным, в 1874, а другие источники пишут, что в 1883 году. И принадлежал клану Д. Верионов. Здесь раньше был другой особняк. В 1831 году еще был возведен при юнделах. Здесь были такие другие собственники. Но затем то строение было разрушено. И причиной тому стал пожар. И по итогу, уже в 1883 году, ну, будем говорить эту дату постройки, уже Станислав Д. Верион, он завершает строительство вот этого особняка. Во время междоусобиц с 1914 по 1917 год, это Первая мировая война, особняк был полностью разорен. Все ценности увезли. Также были сожжены административно-хозяйственные постройки. Невзирая на это, в 1923 году, непрямой потомок ежей Д. Верион, он сумел возоздать особняк. И в 1939 году это поместье национализировали. Внутри была такая, ну, есть по фотографиям такая, красивая лестница, поднимающаяся вверх на второй этаж. Но в 2021 году все это забаррикадировали. Все эти входы, окна. Из-за того, что господа-мигранты использовали эту усадьбу как убежище. Ну, потому что здесь до границы всего лишь 2-3 километра. И они здесь, грубо говоря, ночевали. Поэтому, спасибо им, мы внутрь, наверное, не попадем. Ну, по крайней мере, в подвал есть вход. Но вряд ли мы с подвала туда попадем наверх. Давайте дальше искать. Да, к сожалению, видите, вот все заколочено. Блоками, кирпичами. Хотя где-то, писай, был залаз. Но, видно, наверное, опять заколотили. Я даже тут не знаю, тут как пройти. Потому что я еще и в шортах. И не хочу с угол колодца в крапиву. У меня это не входит в планы. В общем, здесь вот такая вот еще. Типа на подобии башни. Такая не очень, не самая большая усадьба. Но, кстати, ее архитектором был Маркони. Тот, который был архитектором таких усадеб, как в Желудке и в Косово, которые мы с вами посещали. Можете посмотреть по подсказке выше. Да, к сожалению, усадьба вообще вся заросшая. Поэтому, ну, еще раз говорю, что она не является памятником архитектуры. Ее в любой момент могут снести. И даже уже где-то читал статью, что вот уже вот-вот ее разрушат. Это, по-моему, статья была за 23-й год. Но, как мы видим, она еще по-прежнему стоит. Поэтому, хотите, как можно скорее приезжайте. За этой усадьбой находится вот такой вот небольшой прудик полуболоченный, полузаболоченный. Ну, и здесь вот в Берестовицком районе такие вот красивые виды на возвышенности. Это Волковыцкая возвышенность. Она здесь, можно сказать, заканчивается и потиху переходит в Гродненскую. Ну, и тоже вот рядом с этой усадьбой вот такой вот тоже парк. Небольшой, старинные такие вот дубы. И она не похожа к каким-то нам 200-летней, если так брать. Ладно, возьмем 1883 год, да, по стойке. Ну, 140 с лишним лет, ну, это все равно много. Ну, и также тут еще имеется памятник воинам Великой Отечественной войны. Здесь, наверное, скорее всего, это люди здесь, которые погибли в этих местах, в Лишках. Здесь еще агрогородок Макаровцы тут рядом. Возможно, здесь и пограничники похоронены. Хотя в 41-м году здесь государственная граница все-таки дальше была. Не сейчас, как на данный момент она здесь находится в паре километров. Все-таки она была гораздо западней. Ну, что ж, вот такое вот у нас получилось с вами турне. Дикушки, краски и лишки. Заодно с вами посмотрели еще и польскую границу. Ну, а в следующем выпуске я немножко проспойлерю. Ждите дополнения, бонус к этому турне. Ну, а с вас лайк, подписка, колокольчик. Всем удачи, берегите себя, пока-пока. До новых встреч в эфире.